Доброго дня, меня зовут Андрей, моя фамилия Клеймёнов, я журналист, спецкор ВК-медиа из датистской группы. Как вас зовут? Я Ткаченко Сергей Викторович, являюсь свидетелем по делу о убийстве Тютченко, Евгения Мяуцем и Кирилла Мокричем. Хотя я знаю, что Кирилл Мокрич не избивал, меня правда принуждали давать показания, самые первые. А кто вас принуждал? Ну, сначала как получилось, после того, как меня Мяуц там избил, я еще был и как бы в нетрезвом состоянии, то есть не в адекватном состоянии, меня привезли в Гарри, у нас в горях в милицию, сразу сказали, посадили к следователю, молодой парень. Ну, их там много было милиционеров, сказали, что давай говори, что убивали типа оба, то есть Мяуцу больше дадут, а я еще был не в адекватном состоянии, пьяным. Ну, и что они писали, даже не смотрел, в принципе, не читал, потому что как бы был, ну, не трезв и все. На Мяуце был злой, поэтому дал первые такие показания, еще говорили, что такие не дашь показания, можешь сам превратиться из свидетеля в обвиняемого, мы можем это устроить. Это первые показания, которые были в горях, то есть принудили, что я думаю, да нахрен мне это надо, тут что сейчас наделают, и меня еще потащат. Хотя я сам был весь избитый, это Мяуце меня бил. Вот, еще голова, тем более, ничего не работало, соответственно, не в нетрезвом состоянии, то есть я был не в адекватном состоянии, сразу взяли показания. Потом меня, значит, сначала моего отчима, Фролова Виктора Петровича, свозили в Серов, в Следственный комитет. Приехал он в 5 утра на автобусе, там кто ему денег насобирал, не знаю, попучили кто, держали его в СКР до 10 вечера. Тоже угрожали ему, показания не меняй, если дашь другие показания, чтобы Мокрич там не бил и прочее, то есть мы тебя сейчас закроем блатным, будешь у них парашу таскать. Это он приехал в 5 утра, старый человек, под 80 лет ему, весь на нервах, все, я понял, что это там, правда не добиться, и говорить им что-то бесполезно. Раз они свое навязывают, без всяких адвокатов, без присутствия, я там, не знаю, таких лиц, которые бы могли за нас как бы это заступиться. Потом возили Соломейна, то же самое, он мне приехал рассказывать, говорит, во-первых, я о ладони не помню ничего, был пьяный, сказали, вот так, так говори, что тоже бил, а то мы тебя сейчас закроем, работы лишишься, прямо сейчас тебя закроем. Трожа продержали его до очень поздного времени, домой он появился только в 2 часа ночи, также из СКР просто выгнали его, и все, и куда это он пойдет, без денег, без ничего, тоже какими-то попутками добрался только в 2 часа ночи домой. Когда меня привезли в Серов после таких рассказов, я понял, что тут правды не добиться, мне сразу сказали, так, следователь вот этот, я не знаю, не помню, как его зовут, сказал, так, вот такие показания не дали, говоришь, то же самое. Я просто сидел и кивал, башка раскалывалась, болела, как бы и был, еще это, ну, как сказать, похмелье, как говорится, на все согласен, там, да, да, он не только диктал, так было, было, мяут сбил, я говорю, да, бил, пинал, там, и все. Мокрич бил руками его, и головой, как бы, кивает, ну, да, руками ударил, там, несколько раз, думаю, что быстрее лишь бы оттуда уйти, потому что, думаю, так же до полночи продержат, еще закроют, так же в камеру кому-нибудь, то есть, как бы, боялся их действий, ну, потому что, абсолютно, мне кажется, неуправляемые, там, делали, как бы, с нами что-то. хотели. Вот, и дед, когда приехал, говорит, что его и камерой пугали, там, и что, посадят его, там, закроют специально, и, как бы, и Соломей, то же самое говорил, что, там, и парашу будут таскать, и все прочее, вот, такие действия. А сегодня, вернее, вчера мне позвонили, сказали, что в Следственный комитет надо быть к 11 часам, но я, как бы, уже зная их, как они себя ведут, эта полиция, допустим, не поверила им, но они мне еще сказали, ну, ладно, пусть, я, говорю, я с вами не поеду, я лучше, на ему такси, поеду на такси, потому что, я знаю, что мне такси дождется, я хоть вернусь спокойно домой, если даже, там, не знаю, что будут со мной делать, ага, чтобы ночами, как бы, нигде, там, не лазить по городу, и не искать, как добраться домой, потому что, как бы, и средств не имею к этому, потому что не работаю определенное время, когда будут сбить, тоже, ну, лечился долго, потерял работу, в принципе, вот, мне ехать не на что, на такси, ладно, у меня друг уговорил, он меня привез, как бы, сюда, но в следственный комитет я пока не еду, потому что, ну, я их, честно сказать, побаиваюсь, жду, когда это, действительно, к трем часам будете адвокаты, там, и люди, как бы, и все, чтобы не успели меня, а Соломейна перезвонили и сказали, нет, Соломейна мы сами привезем, и привезли в 11 часов, Соломейна я звоню, он не отвечает, значит, он, скорее всего, в следственном комитете, и уже, скорее всего, и там, не знаю, что там запугивают, или что там происходит, а он, такой человек, как бы, ни разу не судимый, всего этого боится, его запугать, мне кажется, большого труда им абсолютно не составляет. Скажите, такой вопрос, как свидетель о совершении преступления, скажите, Кирилл участвовал в змеи, не участвовал? Кирилл не участвовал, я, почему такие показания давал, во-первых, запугали, во-вторых, я еще, как бы, после, еще пил, и голова была у меня, как бы, сотрясена, как бы, мяуцем, я единственное помню, когда меня мяуц начал первого бить, он меня выключил, как бы, я потерял сознание, отключился, я сидел в кресле, он мне ногой сильно ударил и отключился, приходя в себя, я слышал только, что Кирилл Мокрич кричит, Женька, не бей, не пинай его по голове, ты его убьешь, голову поднял, мяуц его пинал на полу, а Кирилл просто его подхватывал за бока, потом мяуц его толкнул и усаживал тютченко на диван, как бы, с пола, присаживал, видимо, что мяуц его не пинал, когда я крикнул, Женька, ты же убьешь, что ты творишь, сволочь, короче, ну, как-то так, он говорит мне, о, Сереженька очнулся, схватил табуретку, мне опять по голове ударил, я очень сильно отключился, потом, когда опять пришел в себя, Мокрич снова кричит ему, а, мяуц его как бы за ногу, этого я уже видел, снова с дивана стаскивает на пол и начинает пинать по бокам, по голове, и Кирилл опять тут, как бы, рядом прыгая, может быть, поэтому Салмень такие показания дает, и от страха, как бы, что тут Мокрич тоже там скакал, но он реально только, получается, только старался все тютченко посадить на диван, чтобы, видимо, меньше он его пинал, лежать, и все, ну, тот, как бы, озверевший был уже на всех, и на Кирилла тут орал, и все, вот это, когда, приходя в сознание, слышал, я пытался встать в кресло, Кирилл подбежал ко мне, меня толкнул, просто, да ты-то хоть сиди в этом кресле, ну, видимо, боясь того, что если меня на пол стасит, если обстану, и так же, может быть, там, запинать, или еще, все, вот, единственное, что он просто толкнул меня в кресло обратно, а реально, вот, когда я был в сознании, он не бил, он только кричал, ну, Женька, да хватит уже, хватит, хватит, ты что делаешь, ты убьешь, вот это, вот, два раза, приходя в себя, или три раза, он только вот все, убьешь, убьешь, что ты делаешь, потом, последний раз, когда Мяуц меня опять, когда я пришел в себя опять, стал кричать на него, он подскочил очень сильно, опять пнул мне в лицо ногой, я отключился, очнулся, когда я уже не было в зале уже Пютченко, видимо, я его куда-то, Мяуц вытащил, или что, только мне уже сказал Мяуц, похоже, я его убил, не сказал же, что мы, он сказал, похоже, я его убил, и, это, набрал начальника милиции, говорит, скажи, что, это, у нас, похоже, человек вышел поссать и замерз на улице, вот это я сказал, потому что думаю, иначе, что тут будет, он меня добьет, или что-то, а дед, во-первых, все полностью, когда даже первое показание давал, всю ситуацию не мог видеть, это Фролов? Это Фролов, мой отчим, это в доме, в котором мы проживали вместе с ним, Тютченко проживал с нами, ну, взяли его на квартиру, потому что работали вместе, до чего, вот, я так сказал начальнику милиции, он просто послал сразу наряд, тут как бы это все, все, я опять потом, как более, видимо, отключился, я очнулся, когда уже никого дома не было, почему я еще уверен, что Моквич никак не мог бить Тютченко, у них были очень дружественные отношения, они раньше работали вместе, мне сам Тютченко рассказывал, что они ему покупали с женой слуховые аппараты, потому что он, когда в армии был контужен, слух у него был очень плохой, зрение только посажено, но слух был никудышный, а Кирилл Моквич, он сам его хвалил, говорит, работал вместе, паренек хороший, добрый, покупал ему слуховые аппараты, потом искал компьютер, когда он деньги заработал, ноутбук, вернее, хороший, чтобы купить все, то есть, он даже реально, даже вот если предполагает, реально-то я видел, что он его не бил, он просто орал все время, когда в себя, вот именно, в момент, когда ты сидел в себя, он только кричал, не бей, убьешь, не бей, убьешь, потом Женька, хватит, вот в эти моменты, вот так все происходило, а в Следственном комитете двоих одно что-нибудь надо почему-то закрыть, видимо, что больше дать или что, я не понимаю, спасибо, вот так.